В прошлый раз мы с вами рассмотрели работу с терминалами и последовательный ввод-вывод. А в позапрошлый раз у нас с вами были сокеты и взаимодействие по сети. Сегодня мы продолжим тему, которая у нас была в прошлый раз, а именно мы завершили ее написанием простого серверного приложения, которое при каждом подключении создавало новый процесс, который уже взаимодействовал с клиентом. И вот эта архитектура, в которой на каждого клиента создавался новый отдельный процесс, она была очень простая, мы после Акцепта делали форк, и сервер продолжил работать дальше. Но понятно, что в реальных приложениях она пригодна для очень ограниченного числа случаев. То есть, поскольку процесс в ядре операционной системы — это достаточно тяжелая абстракция, то есть каждый процесс включает в себя отдельное виртуальное адресное пространство, там отдельные файловые дескрипторы, весь отдельный набор ресурсов, то понятно, что там каждый клиент, порождая по отдельному процессу на каждого клиента, мы очень быстро упираемся в какой-то максимум того, что максимальное количество процессов, которые может поддержать ядре операционной системы. Это во-первых. Во-вторых, поскольку процессы достаточно хорошо изолированы друг от друга, то организация взаимодействия клиентов друг с другом, то есть организация взаимодействия процессов, которые обрабатывают клиентов, чтобы нам организовать взаимодействие клиентов, становится достаточно таким сложным. Там нужно будет реализовать какую-то форму межпроцессного взаимодействия, так чтобы передавать данные межпроцессам. Поэтому вот такая вот архитектура пригодна в небольшом количестве случаев. Мы сейчас рассмотрим другую архитектуру, в которой один процесс, даже конкретно один поток внутри процесса, то есть один процесс, организует одновременную обработку данных с нескольких, с большого количества клиентов. Соответственно, поскольку это процесс один, то вот в рамках каждого клиента взаимодействие между процессами и клиентами вообще никаких сложностей не представляет, просто там как-то данные перекидывали структуру в структуру, и так как нужно они там к каждому клиенту отправляются. Поскольку один процесс обрабатывает большое количество клиентов, никакой ненужной нагрузки на планировщик, на ядро операционной системы это не вызывает, и один процесс может обрабатывать большое количество клиентов. Но единственное, что ограничение, что вот поскольку у нас один процесс, одна исполняющая нить, то мы максимум будем занимать одно ядро процесса. Все равно масштабируется он намного лучше. Однако вот плата за простоту взаимодействия и за масштабируемость у нас будет, это сложность реализации, и собственно об этом мы сейчас и будем говорить. Собственно, у нас большинство ресурсов, с которыми работает процесс, оно представлено в виде файловых дескрипторов. Мы с вами рассматривали файловые дескрипторы файлов, каталогов, сокетов, пайпов, FIFO, очередей сообщений, сигналов, таймеров и так далее, и так далее, и так далее. И для всего этого многообразия различных объектов, которые скрываются за файловыми дескрипторами, у нас была операция READ, универсальная для получения данных, как мы это понимаем, из соответствующего объекта, лежащего за файловым дескриптором, и операция WRITE, если она поддерживается для записи данных в соответствующий объект, лежащий за файловыми дескрипторами. И если мы хотим всю обработку наших клиентов перенести внутрь одного процесса, естественно, что у нас у одного процесса будет большое количество источников данных и большое количество получателей данных, которые мы будем данные отправлять. Соответственно, у нас будет большое количество файловых дескрипторов, которые мы хотим одновременно обрабатывать. Например, у нас там будет файловый дескриптор сокета, на котором мы будем выполнять операцию ACCEPT для создания нового клиента. У нас там будет, например, файловые дескрипторы уже клиентских сокетов, с которыми мы будем обмениваться одновременно, плюс какое-то количество файловых дескрипторов, порожденных другими объектами, за которыми мы хотим следить. Соответственно, возникает задача читать из какого-либо из большого набора файловых дескрипторов, как только хотя бы в одном из файловых дескрипторов появляются данные. Ну и обратная задача, поскольку у нас записывающая сторона, например, там сокет или pipe, она имеет ограниченный размер буфера в ядре операционной системы, вполне возможно, что у нас операция записи может привести к тому, что процесс заблокируется, чего мы в случае работы с многими файловыми дескрипторами допустить не можем. Поэтому нам нужно записывать в файловый дескриптор только тогда, когда файловый дескриптор готов принять в нас знак. И при случае чтения, и при случае записи мы не имеем права блокировать процесс. То есть любая попытка, если у нас процесс заблокировался из-за отсутствия данных или из-за заполненности буфера записи, это немедленно отразится на других клиентах, которые, возможно, будут готовы на других файловых дескрипторах. Первый подход, мы его уже рассматривали, возможен в том, чтобы мы переключаем все файловые дескрипторы в неблокирующий режим. У нас есть либо специализированные системные вызовы, создающие ресурс, там, DAP3 какие-то, вот они, как правило, нестандартизованные, но тем не менее существуют. Либо вот пара системных вызовов FCM-TE для получения текущих флагов, и он же FCM-TE для установки флагов, в котором мы добавляем флаг неблокирующего режима. И таким образом существующий файловый дескриптор FD переводится в неблокирующий режим. Неблокирующий режим отличается от блокирующего, от того, что операции READ или любая другая операция, которая нам возвращает данные, включая ACCEPT, вернут ошибку EG, если данных непосредственно нет, и процесс, который в нормальном блокирующем режиме выполнял бы эти соответствующие системные вызовы, был бы заблокирован. Вместо блокировки мы будем получать ошибку EG, то есть мы получим, возвращаем значение минус один из стандарта библиотеки, и по переменной R мы можем проверить, какой от ошибки EG. И наоборот, READ нам будет возвращать EG, если соответствующий блокирующий READ заблокировал бы процесс. И такой простой подход был бы заключался в том, что мы периодически проходились бы циклом по всем файловым дескрипторам, с которыми мы хотим работать, и опрашивали бы их. Соответственно, если операция READ готова, она бы нам срабатывала и давала данные, иначе бы она бы возвращала ошибку, если операция READ готова, она бы записывала, иначе бы возвращала ошибку. Однако этот подход плох тем, что нам постоянно придется опрашивать статус готовности наших файловых дескрипторов. Ну и программа будет там либо через небольшие интервалы, либо вообще без интервалов задержки проходиться циклом по всем ее файловым дескрипторам и пытаться выполнять соответствующий системный вызов это не масштабируемое, это неэффективное, и, соответственно, наша программа требует активного ожидания, то есть программа сервер у нас будет активно потреблять процессорное время, что, конечно же, не допустимо. Поэтому для выполнения вот такой операции одновременной работы с большим количеством файловых дескрипторов нам требуется специальная поддержка со стороны ядра, то есть специальные системные вызовы. для этого вот это вот чтение из файлового дескриптора или запись в файловый дескриптор разделяется на две стадии операции чтения или операции записи. Первая стадия – это проверка готовности, вторая стадия – собственно выполнение операции. Соответственно, мы с помощью ядра операционной системы, с помощью соответствующего системного вызова ждем или там проверяем на готовность одновременно большое количество существующих у нас файловых дескрипторов. Операция проверки на готовности не делает никакого ввода-вывода. Она, условно говоря, возвращает список файловых дескрипторов, готовых к выполнению операции и предлагает нам самим, нашему процессу выполнить необходимую операцию. После чего процесс выполняет соответствующий read или write. После чего переходит на следующую фазу снова ожидания готовности файлового дескриптора и снова выполнение соответствующей операции read или write. Я сразу же скажу, чтобы не возвращаться потом к этой теме. В разных операционных системах по-разному вот конкретно в Linux не блокирующий ввод-вывод и асинхронный ввод-вывод, поскольку это там примерно одно и то же, не работает с дисковым вводом-выводом. Я это уже говорил, еще раз повторюсь. Поскольку дисковый ввод-вывод у нас в Linux завязан на объединенный буферный страничный кэш, то операция вот такого неблокирующей проверки готовности или там ожидания готовности ввода-вывода она просто не реализована. В случае, если вы переводите файловый дескриптор регулярного файла в неблокирующий режим, он у вас будет всегда готов к чтению или всегда готов к записи. Но если вдруг соответствующих данных в памяти нет, процесс будет переведен в состояние uninterruptible sleep в D-состояние и уже в этом состоянии ядро операционной системы будет выполнять дисковый вывод-вывод для чтения или записи данных в процессе. Поэтому все, о чем я сейчас в дальнейшем буду рассказывать, оно относится к не не файловым дескриптором регулярных файлов и каталогов. То есть это сокеты, терминалы, FIFO, пайпы, сигналы, таймеры и так далее. Обобщено то, что называется там, можно называть некоторым медленными устройствами. Вот. Возвращаясь к следжению событий, к тому, что мы хотим реализовывать специальную поддержку со стороны ядро операционной системы, отслеживания готовности для выполнения событий. Что мы можем, вообще говоря, какие события у нас нас могут интересовать. У нас есть стандартные операции, типичные операции чтения записи, соответственно, с точки зрения чтения записи у нас файловый дескриптор может быть готов к чтению, если соответствующий последующий системный вызов read не заблокирует процесс. Это может быть в нескольких случаях, например, для обычного обмена данными эти данные поступили хотя бы один байт, тогда у нас последующая операция read, неважно, какой буфер мы ей передадим, считает эти данные, которые немедленно доступны, и завершится. В случае, например, акцепта, готовность на чтение это наличие запроса на подключение, то есть, когда у нас есть connect, пришедший на наше серверное приложение акцепт, у нас соответствующий файл в виде скриптора считается готовым на чтение. Или же, опять-таки, возвращаясь к ситуации обмена данными, если другая сторона закрывает подключение, будь то это pipe или будет сокет, признак конца файла, то есть, ситуация, когда read возвращает 0, то есть, read не заблокируется, а возвращает 0. Это точно так же ситуация готовности файлового дескриптора к выполнению операции чтения. То есть, вот таких три типичных ситуации. Ну, наоборот, файловый дескриптор готов к выполнению операции записи, это, например, то, что в буфере освободилось место, и мы можем в него записать хотя бы один байт, либо, что другая сторона пайпа или сокета или фифо закрыла свою сторону, и соответствующий write нам немедленно вернет ошибку. То есть, в этом случае тоже мы считаем, что файловый дескриптор готов на запись. Или же, помимо стандартных операций чтения записи, мы можем захотеть отслеживать поступление сигналов с помощью таких обычных стандартных обработчиков сигналов, которые мы вешаем с помощью сигэкшен системного вызова. Или же, конечно же, мы хотим отслеживать таймауты, то есть, ждать готовности файловых дескрипторов не больше, чем определенный термомой. Вот эти четыре типа отслеживаемых событий, они собираются в один флакон, в один системный вызов, и уже передаются ядру в рамках какой-то достаточно сложной структуры в один системный вызов, и ядро операционной системы одновременно обрабатывает вот эти четыре возможных источника, входящих в процесс событий. Вот таких системных вызовов, которые реализуют вот эту задачу мультиплексирования по нескольким источникам событий поступающих в процесс, их по мере развития Unix систем оказалось несколько. ну, потому что изначально они уже появились после форка Unix на System5 и BSD версии, например, вот Select системный вызов появился одновременно с системными вызовами работы сокетами, и где-то там, тогда, когда появился сокет API в смесь операционных систем BSD. P-Select более современной версии того же самого Select, в который добавлена более четкая, более корректная обработка входящих в процесс сигналов, то есть P-Select работает как Select плюс Six-Spend, то есть с корректной блокировкой сигналов на время разблокировки и разблокировки сигналов на время выполнения системного вызова. Альтернативой Select, которые нам пришли из ветки BSD операционных систем, является системный вызов Pol, который появился в ветке System 5, и опять-таки более современная версия P-Pol, которая отличается от Pol точно так же как B-Select от Select, то есть в P-Pol добавленный средство корректного ожидания прихода сигнала. Эти два типа, два семейства системных вызовов, они делают одно и то же, отличаются чуть-чуть от друга разными форматами передаваемых и возвращаемых данных. Они сейчас есть во всех современных операционных системах, и Select и Pol вы можете использовать любой из них. Ну, однако и Select, и Pol при увеличении числа отслеживаемых файловых дескрипторов у них начинаются проблемы ограничения масштабируемости или вообще там ограничения количества поддерживаемых файловых дескрипторов. Например, системный вызов Select в своем базовом варианте вообще не умеет работать больше, чем с 1024 одновременно открытых файловых дескрипторов. Ну, можно, конечно, наверное, подумать, что 1024 это много, однако современные высоконагруженные серверные приложения, например, тот же самый Nginx, одновременно открывают десятки тысяч, может даже больше файловых дескрипторов для взаимодействия с клиентами. То есть очень быстро приложения а-ля Nginx упираются в предел одновременно обрабатываемых файловых дескрипторов, которые нам дают селение. То же самое пол. Каждый раз, когда нам нужно передать большое количество файловых дескрипторов в ядро и из ядра, у нас увеличивается объем данных, передаваемых в ядро и из ядра, ну и поскольку передача данных между ядром и прикладным процентом и полис частью не самая быстрая, это тоже снижает масштабируемость. То есть, условно говоря, на каждый системный вызов нам нужно еще передать столько информации о файловых дескрипторов, сколько мы ждем их событий. Поэтому вот этих двух системных вызовов для современных высоконагруженных приложений уже недостаточно и дальше уже пошли какие-то тоже разные не совсем стандартизированные вещи. В линуксовом ядре в качестве более масштабируемой альтернативы системным вызовам пол или селект предлагается системный вызов e-pol. В семействе BSD предлагается архитектур k-events то есть тут уже какой-то стандартизации пока нет и соответственно мы должны ориентироваться уже на ту операционную систему с которой мы будем работать в итоге. Я в дальнейшем рассмотрю системный вызов e-pol специфичный для линукса как он работает и что с ним можно делать. Ну если требуется всякие legacy select или pop они концептуально те же самые и ничем принципиально не отличаются. e-pol сейчас рассматривается как современная масштабируемая альтернатива конечно хотя тут у него тоже есть некоторые небольшие проблемы с масштабируемостью которые тоже пытаются решать. И сразу же мы с вами попробуем написать некоторые пока однопоточные то есть вот в рамках одного процесса серверное приложение которое будет отслеживать обрабатывать одновременно большое количество поступающих источников данных. Мы с вами в качестве вот этих поступающих источников данных рассмотрим сетевые сокеты например мы с вами рассмотрим терминал я могу с терминала тоже как-то какие-то команды вводить мы с вами рассмотрим сигналы и мы с вами рассмотрим например таймеры все это в одном флаконе в некотором вот таком монолитном серверном приложении. Системный вызов ePol еще раз повторю что он специфичный для Linux в современных серверных архитюрах в общем это никого не удивляет. Он обработку поддержку его особенность в том что поддержка списка файловых дескрипторов которые мы отслеживаем она находится в ядре то есть внутри где-то ядра хранится список файловых дескрипторов которые мы наблюдаем поэтому интерфейс между юзерспейс и ядром он такой достаточно простой и каждый раз пересылается не так много данных. Соответственно первое что мы должны сделать если мы хотим использовать системный вызов ePol это его создать некоторый дескриптор для последующего использования с системными вызовами семейства ePol с помощью системного вызова ePol create что интересно ePol create возвращает сам файловый дескриптор вот этот int возвращаемый это файловый дескриптор и для него точно так же определена операция готовности к чтению это соответственно готов к чтению там хотя бы один файловый дескриптор из тех которые там у него зарегистрированы или готовности к записи готов к записти хотя бы один файловый дескриптор из тех которые там у него зарегистрированы В принципе, мы можем вот так вот делать иерархическую структуру. То есть мы можем файловый дескриптор E-Polo передавать внутрь другого E-Polo, вставить какие-то деревья ожидания файловых дескрипторов, если нам это зачем-то надо, наверное, чтобы предоставлять ограничения масштабильности. Поскольку это файловый дескриптор, то закрывается, мы его можем делать в DAP, копировать, мы его можем передавать в Сновей, мы его можем с помощью экзека передавать уже в другие программы запускаемые. Когда мы его хотим закрыть, мы его закрываем с помощью системного вызова Квоз. Управление множеством файловых дескрипторов, на которых мы ждем операции, оно реализуется с помощью системного вызова E-Polo сети. Здесь мы с вами сейчас, я буду писать программу, это мы подробнее рассмотрим. Первый аргумент — это файловый дескриптор самого E-Polo. Второй аргумент — это операция, которую мы хотим выполнить с множеством файловых дескрипторов, которые хранятся в ядре. Мы можем добавить, мы можем удалить или можем модифицировать файловый дескриптор, который находится в ядре. Здесь FD — это файловый дескриптор, и структура E-Polo.Event — это, собственно, структура, которая сопровождает каждый файловый дескриптор внутри ядра и, собственно, задает нам, что конкретно мы хотим от этого файлового дескриптора. У структуры E-Polo.Event есть некоторая маска различных ивентов, на которые мы хотим подписываться. Ну и кроме того, у структуры E-Polo.Event есть такой вот union, мы можем сейчас что-то решим. Произвольные 64-битные значения, которые мы можем использовать так, как захотим. Сейчас покажем, как это можно использовать. Соответственно, регистрация файловых дескрипторов для последующего ожидания — это системный вызов EPOL-CTL, А ожидание событий – это ePolWeight или ePolPWeight. Здесь P тоже означает, что у него есть параметр, отвечающий за ожидание сигнала. Мы его использовать не будем, поскольку мы будем использовать сигналы с помощью сигнала D. Итак, файловый дескриптор ePol, параметр maxEvents – это размер массива ивентов, которые мы передаем в качестве второго параметра. То есть каждый раз, когда мы выполняем системный вызов ePolPWeight, мы передаем в него еще пустой массив ивентов, который будет заполнен в результате системного вызова. И, соответственно, maxEvents – это размер этого массива. То есть, например, если мы передаем массив из 10 элементов, то ePolWeight или ePolPWeight нам одновременно может вернуть не более чем 10 готовых событий. То есть, если при размере массива 10 у нас будет готово больше 10 событий, мы получим какие-то 10 из готовых событий. Если меньше, конечно, мы сразу же получим только те события, которые у нас готовы. И, конечно же, ePolWeight или ePolPWeight не будет ожидать полного заполнения массива ивентов. То есть, безопасно передавать какой-то большой буфер, мы все равно в него получим только то, что немедленно готово. Параметр timeout нам задает timeout в миллисекундах, то есть максимальное время ожидания. Мы можем, собственно, там задавать неограниченное время ожидания, это будет значение минус 1. Мы можем задавать 0, это просто проверка готовности. Либо мы можем задавать положительное значение, сдающее, собственно, сам timeout. И третий параметр – sigmask, аналогичный sigs-aspend, то есть, если мы хотим еще дополнительно манипулировать с масками сигналом, чтобы ожидать еще прихода каких-то каркетных сигналов. ePol возвращает нам целое значение. Как обычно, 0 при ошибке, и ERN нам позволит установить точную причину ошибки. Минус 1. 0 в случае, если у нас истек timeout, но за это время ни одного события в процесс не поступило. Мы получим здесь 0. Либо, если возвращаемое значение больше 0, то именно столько событий у нас было заполнено в массиве ивентов, и мы их можем обрабатывать. Собственно, вот у ePol есть следующие плюсы по сравнению с полом или там с селектом. Большое количество одновременно обрабатываемых файлов и дистриторов, но, естественно, при условии, что у ядра достаточно ресурсов. Множество файлов и дистриторов, которые нас интересуют, мы готовим один раз, и потом все время вызываем в вейт, не меняя это множество файлов и дистриторов, и поэтому нам не нужно каждый раз при вызове вейта копировать в пространстве ядра все файлов и дистриторы, которые нас в данном случае интересуют. Ну и нам вот этот вот массив ивентов, он в целом удобнее для последующей обработки, чем то, что мне возвращает селект и ePol. Так, ну, еще раз пару слов про файловый вывод. Он не работает с селектом, ePol, полом вот с этими всеми операциями. То есть каждый раз, если вы передадите в файловый дистритор регулярного файла или каталога в множество файловых дистриторов, отслеживаемых полом или ePol, он будет всегда готов. То есть ePol каждый раз вам сразу же вернет, что это файловый дистритор, готов к выполнению операции. Но, однако, соответствующая операция read или write может вам заблокировать процесс в состоянии D, точно так же, как я говорил при работе с неблокирующим вводом вывода. Мы с вами, собственно, к решению этой проблемы, может, ну, вот два варианта есть. Либо выносить все файловые операции в отдельные нити, что, как правило, и делается в такой ситуации, либо делать различную магию, чтобы попытаться гарантировать, что системные вызовы read или write не заблокируются. То есть, например, использовать mmap, чтобы подгрузить файл в память, потом использовать разнообразные системные вызовы, типа mAdvice, либо mEncore, либо явными обращениями к файлу его зафолтить. То есть вот какими-то вот такими разными хаками можно пытаться, сделать так, чтобы системные вызовы работы с файлами retrite не блокировались. Но это не точно, как бы вот оно может сработать, а может в какой-то момент просто там не сработать, потому что из-за нехватки памяти в ведре mmapнутый файл окажется сброшенным обратно на диск. Ну, тоже один из возможных вариантов, как решать проблему того, что retrite блокируется на операциях с игрулярными файлами. Наверное, основное это выполнять в отдельных нитях. Мы о чем будем? О нитях и взаимодействиях нитей будем говорить в следующих обстоятельствах. А можно вопрос? Да. Я правильно понимаю, что вот второй способ, теоретически он быстрее, чем первый, поэтому он как бы существует? Ну, смотрите, надо смотреть вот уже всякие там, что рекомендует, скажем, на Stack Overflow. Это вот один из возможных вариантов, которые там предлагаются на Stack Overflow. Но у него есть плюсы и минусы, и конкретно здесь нужно уже смотреть на требования конкретного приложения, и будет ли это работать с конкретным приложением. То есть там какого-то заранее гарантированного рецепта здесь, наверное, нет. Спасибо. Ну, вот, тем не менее, такой способ существует. Так, и на самом деле использование вот тех же самых SelectPol и E-Pol обычно в реальном использовании предполагается вместе с неблокирующим вводом-выводом. То есть у нас и E-Pol, и неблокирующий ввод-вывод. В чем здесь фишка? Когда у нас, например, буфер, например, когда у нас из E-Pol или Polo возвращается признак готовности файлового дескриптора на чтение, то, в общем-то, мы не знаем размер данных, который нам поступил. И непонятно, сможем ли мы его считать за один системный вызов рид или не сможем. Понятно, что у нас внутренний буфер для рида имеет ограниченный размер. Например, там, скажем, 4 килобайта мы за один системный вызов считываем. Но мы не знаем. Нам пришло больше 4 килобайта, меньше 4 килобайта. И даже если нам в один момент пришло меньше 4 килобайта, то оно может быть дослаться нам еще, чтобы и в итоге уставить больше 4 килобайта. То есть сколько системных вызовов нам потребуется для вычитывания всего буфера, мы, в общем-то, не знаем. И если мы выполняем один системный вызов, например, рид, и снова возвращаемся к циклу e-poll, у нас может возникнуть ситуация, что мы за один рид забрали не все данные из входного буфера. Ну и следующий e-poll нам сразу же даст то, что у нас тот же самый файловый дескриптор готов. То есть у нас получатся какие-то лишние вызовы e-poll для того, чтобы, получается, забрать все данные, которые нам пришли в файловый дескриптор. Поэтому лучше делать так. Файловый дескриптор у нас находится в неблокирующем режиме. Это совершенно нормально при использовании секты e-poll. Нам все равно соответствующий флаг установится, только в случае, если входные данные поступили. Ну или то же самое для write, если выходной буфер готов. И если у нас файловый дескриптор готов к выполнению операции, мы уже выполняем цикл чтения уже в неблокирующем режиме, пока в нем есть данные. Как только соответствующий рид, акцепт, или еще не соответствующий системный вызов, вернет ошибку e-gint, мы считаем, что данных больше нет, и соответствующую обработку файлового дескриптора завершаем и переходим к следующему e-poll. Таким образом, у нас получается такая двухстадийная обработка. Первый — этот e-poll, с помощью которого мы ждем готовности. Второй — это цикл рида, ну или там цикл райта, в котором мы вычитываем данные, пока не получим ошибку e-gint, что данных больше нет. После чего переходим снова к e-poll. Собственно, вот давайте мы писать, будем писать программы, которые будут у нас как-то вот с этим всем взаимодействовать. Так, сервер. Ну, давайте для начала мы, я, собственно, сделаю слушающий сокет. Я скопирую соответствующий кусок из лекции про серверные приложения. Тут у меня была куча include файлов. Так, сейчас скопирую, скопирую, скопирую. Напомню, что у меня здесь было с сокетами. Аргумент командной строки задает номер порта, который я буду прослушивать. Системный вызов сокет у меня создает сокет семейства TCP IP протокол версии 4 потоковый, то есть TCP. Вот эта вот магическая конструкция мне может потребоваться, чтобы порт прослушающий освобождался немедленно после завершения моей программы. Иначе в противном случае, если ее не будет, у меня операция bind, которая здесь может не сработать, если я буду перезапускать программу сразу после остановки. Дальше я выполняю системный вызов bind. bind, привязывая мой сокет к соответствующему порту, порту здесь. Дальше я выполняю listen для переключения сокета в режим ожидания подключения, который у меня, собственно, будет выполняться. Это стандартная последовательность системных вызовов для активации сокета с серверной стороны. Ну и она у нас такой же и остается. Теперь что нам сюда потребуется добавлять, чтобы уже вот этот код включать в фреймворк с использованием Epo. Ну, первое, давайте, нам нужно этот сокет переключить в неблокирующий режим. Так, у нас интересно, есть у нас какой-нибудь там нестандартный вызов сокет 4? Нет? Ну, ничего страшного. Вот это вот последовательность операции переключения в неблокирующий режим. Я просто сейчас отсюда скопирую. Ну, даже так, для простоты, я сделаю в один системный вызов и не буду проверять ошибку. Так, сокет FD, то есть тот сокет, которым мы будем ждать акцептов, он теперь у нас в неблокирующем режиме и вся подготовительная работа по этому сокету у нас завершена. Дальше. Что мы делаем дальше? Теперь мы можем приступить к созданию файлового дескриптора и подготовке файлового дескриптора, на котором мы будем выполнять уже системный вызов Epo. Собственно, вот давайте мы сделаем Epo create 1. флаги, флаги никаких, мы, в общем, ничего особо тут с ним нестандартного, ни неблокирующего вывода-вывода, никаких там close on exec делать с ним не будем, поэтому здесь флаги никакие. ну, и если у нас файловый дескриптор по каким-то причинам не создался, как обычно, выводим сообщение об ошибке. Пока это просто файловый дескриптор, ну, и давайте здесь мы, соответственно, теперь его должны настроить. выполняем Epo.ktl наш файловый дескриптор Epo. Операция Epo.ktl add файловый дескриптор, добавляющийся во множество файловых дескрипторов FD. И структура Epo.ktl event должна быть заполнена следующим образом. Ну, давайте я сейчас ее пока отдельно заполню, потом мы будем ее инлайном заполнить. у нее есть поле поле сейчас events точка events и здесь мы сдаем те ивенты, на которые мы подписываемся. в нашем случае, поскольку это файловый дескриптор акцепта, ну, то мы будем ждать чтения. То есть вот Epo.in мы будем проверять на готовность на чтение. Здесь, как вы видите, есть много флагов. собственно Epo.in это какой-то такой вот минимальный флаг, который нам будет достаточен для того, чтобы реализовывать готовность к чтению. Остальные, они выполняют там разные, более тонкие настройки. И второе поле, которое мы заполняем в Epo.ly в структуре у нас это поле data. где от нас ожидается любое, не более, чем 64-битное значение. Вот для этого у нас есть union. Мы можем ему передать указатели, мы можем ему передать файловый дескриптор. 32-битное, 64-битное число. Семантика этого значения не оговаривается. Мы здесь передаем любое значение, которое нам будет удобно, которое мы будем потом использовать для обработки сработавших событий. Сейчас давайте я пока сюда передам просто файловый дескриптор, чтобы различать ивенты. Потом мы чуть-чуть это улучшим. Так как у нас один процесс, мы ведь можем туда передавать какой-нибудь адрес памяти и потом просто использовать этот адрес? Именно, видите, что там есть void звездочка ptr, именно так. Именно для этого здесь эта структура есть. Вот, поэтому я сейчас это чуть-чуть на более позднюю стадию отложу. Пока просто файловый дескриптор. Так, подписались. Так, ну, сейчас добавим какие-то там не инклубы. Сис и пол нужен. Добавляем сис и пол. нон-блок. Сис-тайпс, сис-стат и fcnt-h. Так, все готово. Ну, мы можем ради интереса запустить его. Сервер, допустим, по дестрейсам. Сервер, допустим, t3.3.3.3. Вот мы тут прошли по всей цепочке системных вызовов. сокет, set.socopt, bind, fcntl, e-pol-create, e-pol-gitl. Все, теперь мы уже можем выполнять основной цикл ожидания событий. Собственно, основной цикл while1. У нас это серверное приложение и не предполагается, что оно вообще там как-то завершается, оно все время ждет событий и обрабатывает входящие события. Итак, давайте я буду использовать e-pol-weight, обычный, без пилота. Итак, мы, что мы должны сделать? Мы должны сделать массив событий, уже, который нам вернет ядро в качестве возвращаемого значения e-pol. Давайте я сделаю так. Допустим, я буду максимально получать 16 событий за раз. Struct e-pol-event events и, собственно, сам системный вызов e-pol-weight efd файловый дескриптор моего e-pull e-pull-a, массив events, которые будут заполняться в качестве результата системного вызова e-pol-weight, его размер event count, и timeout, ну, timeout давайте мы пока никакой не задавать, просто я здесь установлю значение infinity, то есть минус 1. Так, вот как раз smithfying timeout of minus 1 causes the block indefinitely. здесь мы заблокируемся и будем ожидать подключения. Поскольку у нас timeout бесконечность, то мы можем ожидать, что рез будет, например, там минус 1 в случае какой-то ошибки, или рез нам будет возвращать количество ивентов, пришедших мне от ядра. То есть, если, допустим, рез смишь нуля, давайте я сделаю простой вариант, который, конечно же, сделать чуть более тонко, поскольку мы вряд ли ожидаем от сервисного приложения, что оно завершится в случае возникновения какой-то ошибки с e-ball. e-ball wait. Пока так оставим для простоты. Проверили на ошибку. я напишу на всякий случай, но это вряд ли невозможно в наших условиях. Но если это невозможно, лучше, чтобы программа упала, чем как-то пыталась обработать невозможность с ее точки зрения ситуации. так, ну и дальше у меня res это счетчик ивентов, которые мне вернула операционная система, но тут поскольку у нас пока один файловый дескриптор, мы вряд ли можем ожидать, что у нас будет больше, одно событие, но тем менее. И мы идем циклом по нашему массиву ивентов, например, я сделаю так. И буду его обрабатывать. Пока у нас только accept. Соответственно, что мне нужно сделать? У меня для того, чтобы определить с каким объектом у меня произошло событие, как раз для этого используется поле data. Ну, во-первых, у меня в ивентах отображает, что случилось. То есть, допустим, если я жду чтения, то у меня будет в ивентах установлен флаг ePollIn, плюс если у меня где-то там при исполнении соответствующего системного вызова произошла ошибка, то у меня может установиться флаг еще дополнительно к ePollIn, ePoll rdhub. Такие у меня возможности установка дополнительных флагов, которые я могу проверять, могу не проверять. Я здесь в качестве поля data передал просто файловый дескриптор, и давайте мы в первом приближении будем как раз его использовать, чтобы определить, с каким объектом у меня произошло событие. То есть, если fdata точка fd равняется fd, где fd, вот это переменное, у меня как раз тот самый файловый дескриптор, прилетевший мне из сокета, на котором я жду акцептов. То если это так, то мне нужно обработать как раз в случае поступления новых клиентов. То, чего не может быть, того не может быть. Лучше так. И здесь тоже, наверное, лучше ст.р. Посмотрим, что у нас тут будет происходить. Так, давайте я его запущу под S-трейсом. Вот, я в него передал файловый дескриптор 3 из сокета, и depol.wait у меня ждет. Ну, можно к нему подключиться попробовать с помощью нетката. nc localhost 3, 3, 3, 3, 3. Вот, что у меня произошло. Видите, что теперь e-pol.wait мне немедленно возвращает, что соответствующий файловый дескриптор, вот он у меня 3, он находится в состоянии готовности. это происходит потому, что я не сбросил флаг готовности файлового дескриптора в коде, который должен обрабатывать поступление события. Я не забрал никаких данных из файлового дескриптора, ну и поскольку он до этого был готов, ничего не изменилось, данные в нем есть, соответственно, он и остается готовым. Каждый следующий вызов e-pol.wait мне немедленно возвращает то, что у меня вот этот файловый дескриптор готов. Поэтому обязательно каждый раз вот здесь вот мне нужно вычитывать данные, которые мне поступили в файловом дескрипторе, чтобы сбросить таким образом флаг готовности системного вызова e-pol.wait Давайте попробуем это сделать. Так, это у меня accept файловый дескриптор и, соответственно, мне здесь нужно эти коннекшены acceptить. И вот тут вот давайте мы сделаем уже некоторую структурку для обработки подключающихся клиентов. Давайте сделаем так. Собственно, что нам нужно здесь делать? Ну, давайте мы сделаем самый простой вариант. Я создам массив моих клиентов. Так, и в массиве у меня будет так. Давайте я его сделаю локально. Куда-нибудь сюда. это Это просто будет массив слотов для клиентов. Про каждый слот для обрабатываемых клиентов я буду хранить в нем файловый дескриптор. И если файловый дескриптор у меня будет равен больше либо равен нулю, то это у меня будет действующий клиент. Если файловый дескриптор будет равен, например, минус один, то это будет свободный слот, который я могу потом реюзать, когда у меня подключается новый клиент. Вот так. Я пока все буду писать в функцию main. Понятно, что тут ее хорошо бы сразу же разбить на API. Полифакторить это вы можете попробовать сделать сами в качестве упражнения по улучшению общей архитектуры. Итак. Вот у меня есть случай готовности системного вызова аксепта. Ну, тогда теперь мне нужно в цикле while res равняется accept так от моего файлового дескриптора fd и я здесь передаю struct со кадр in. Передаю адрес. Акцептю его, то есть struct, сок, addr, а addr, то есть такой и alen. Пока у меня accept возвращает положительные значения нового файлового дескриптора, я кручусь здесь в цикле. И, кстати, на всякий случай сделаю мемсэд. А на один ивент у нас может быть несколько акцептов? Да, вполне. Одновременно несколько клиентов подключилось. Флаг готовности акцепта есть, а сколько там к нему получилось, нам нужно их всех забрать будет. А насколько это одновременно должно быть? Не знаю, в пределах 10 миллисекунд 10 клиентов подключилось или еще как-то? Но это же все зависит от нагруженности вашего приложения. Если ядро успеет одновременно обработать подключение, за время, пока ваша программа не работала, то да, у вас там накопится входящее подключение. То есть тут какие-то циферки вряд ли можно назвать. Ну, то есть вот мы словим ивент новый не сразу, как только подключится первый клиент, а мы можем там через некоторое время еще словить его, да? Задержки. Какие могут быть задержки? Микросекундные, миллисекундные. Это нужно профилировать. То есть понятно, что это зависит и от сетевой инфраструктуры, насколько там хорошие у вас там сетевые карты стоят, насколько там у вас хорошие, насколько ядро не загружено, насколько CPU не загружено. То есть никто вам здесь вот в обычной такой вот конфигурации, не real-time конфигурации, не даст никаких твердых гарантий, что, например, у вас пройдет не больше, чем одна миллисекунда от момента поступления входного запроса до момента, когда у вас, собственно, вот это вот приложение попадет в акцент. Каких-то точных гарантий здесь никто вам не даст. Ну, можно ждать, ну, попробуйте промерить эти задержки и получить цифры. Я думаю, что там должны быть, типа, там, в нормальной... Ну, смотрите, они должны быть там порядка, я думаю, порядка микросекунд будет, может, десятки микросекунд. Такого в обычной конфигурации, но оно и может доходить до сотен микросекунд, может, даже там миллисекунд переходить. Хорошо, спасибо. Ну, я... То есть, еще раз повторюсь, что это не real-time. Про real-time extensions чуть-чуть потом можно поговорить. Ну, как бы вот здесь вам прямо вот так, чтобы там какой-то был гарантий на задержке, не даст. Но можно верить, скажем так, верить в то, что они будут небольшие. Так, вот циклом акцепта я забираю у меня все готовые на подключение клиента. И давайте я сюда там тоже скопающий кусочек, который у меня печатал на IP-адреса, где-то у меня был. Вот, incoming connection. И опять-таки, вполне может возникнуть ситуация, что новые подключения будут пребывать, пока я нахожусь в этом цикле. То есть, я забрал одно подключение, а пока я здесь его обрабатываю, у меня пришло еще одно подключение, и акцепт не снова вернет готовое подключение. Поэтому здесь, собственно, и находится цикл, вычитывающий все доступные подключения, пока здесь рез не станет минус один, и error-код не станет равным ЕГИ. Ну, сейчас мы вот в S-трессе, я думаю, это увидим. Так, incoming connection я так типа для справки напечатал. Вот эту инфу об incoming connection можно перенести в структуру клиента. Она нам в каких-то дальнейших целях может быть полезна. Давайте вот так и снимем. Чар звездочка, клиент, адр. И что мы здесь делаем? Вот. Ищем свободный слот в нашем массиве клиентов. Clients A. Clients. gt.fd 0. А наоборот, не циклывает, поэтому больше либрана 0. Если нашли, то ок. Если не нашли, соответственно, просто добавляем его в множество клиентов. Так, тут тогда у нас будет resize. Ошибки не обрабатываются. Понятно, что здесь нужно делать аккуратнее. Ошибки не обрабатываются. Ошибки не обрабатываются. Ошибки не обрабатываются. Так, тут днем. У меня нет. Не ошибки не обрабатываются. Ууу… Так, например, так, clients.realog, старый pointer clients. Скажет там, use, умноженный на size of clients. И доинициализируем наших, собственно, for, k равняется clients, a, конечно. Когда здесь какая-то руками написан вектор, ну, мы на c пишем. Так, clients. Каты.fd равняется. Что-то такое. Так, 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 так. И, собственно. Забираем себе, соответственно, новый слот для нашего клиента вот в этом цикле. Ну, понятно, что это должна быть отдельная функция, но так она, собственно, здесь будет. И в него записываем информацию о нашем поступившем клиенте. То есть, давайте я тоже сделаю так. Файловый дескриптор копируем, который вот у нас мы получили из системного вызова accept. И, например... Так, лучше ремонтатор. Например, копируем с помощью стартапа, копируем нашу инфу о IP-адресе, который у нас использует. Так, вот мы подключили нового клиента. Ну, давайте, ради интереса, посмотрим, как это у нас сейчас будет работать. И пол-вейт ждет. Вот, собственно, что у нас произошло. У нас есть incoming connection. Accept сработал. Он нам вернул файловый дескриптор 5. Вот. Ну, мы, соответственно, и печатали. И выполнили accept. Вот первый accept нам вернул файловый дескриптор 5. А второй accept вернул ошибку e-gain. То, что у нас больше готовых для подключения клиентов нет. Что теперь? Теперь у нас появился новый файловый дескриптор. И нам нужно его добавить в множество файловых дескрипторов, которые я буду ждать на чтение в моем файловом дескрипторе e-poll. Давайте я сделаю так. Давайте я еще, знаете, одну здесь сделаю. Я сюда добавлю индекс. Мне может быть полезным в дальнейшем. Например, вот у меня здесь есть e-poll.qtl. e-poll.in я буду ждать на чтение. А, например, в поле data давайте я просто запишу точка ptr равняется к. Вот у меня точка ptr в любой войд-указатель, и я этот войд-указатель сюда и присвою. А тут можно сказать, что я хочу странного, поскольку здесь я записываю файловый дескриптор. В этот union. Где у меня был файловый дескриптор? Вот здесь вот у меня в этот union этот файловый дескриптор. Вот здесь вот в этот union у меня идет pointer. Ну, в принципе, вполне нормально рассчитывать, что множество номеров файловых дескрипторов с множеством номеров поинтеров никак не пересочется. Поинтеры у меня какие-то там большие адреса, а файловые дескрипторы небольшие, целые числа. Поэтому тут вполне нормально ожидать, что коллизий никаких не будет. Так, e-poll.qtl. e-poll. Так, все. Я теперь мой новый файловый дескриптор, который у меня называется только res, добавил в множество файловых дескрипторов, обслуживающих системным вызовом e-poll. Давайте посмотрим, что теперь будет. Wait. Нет, прошу прощения. Сразу видно, что у меня там. Где у меня возвращаемое значение accept-а res? А, ну, правильно, я его здесь испортил. Так. Так. res. Я здесь передаю res. Посмотрим, что я правильно передаю. 4 eft. Только почему-то здесь у меня передался 0. Где я успел мой res сломать? Так. Это баг с трейса. Думаю так. Давайте сделаем так. Так. Вот. Собственно, e-poll.ctl.add новый файловый дескриптор 5. Accept. E-g. Возвращать. Снова мы ждем на wait. Ну, давайте я сюда что-нибудь введу. Вот. e-poll.wait завершился. И мне вернул event. Как раз тот самый event, который я передал в e-poll.ctl.wait. То есть, здесь в nc я передал данные на сервер. Они сюда попали. Поскольку файловый дескриптор e-poll прослушивается. Вот он сработал. И e-poll wait завершился. Ну, естественно, мы попали пока на unhandled case. Здесь ситуация, ну, необработанный кейс в моем. А можно пояснить про баг эстрейса вот этот? Почему он показывал ноль и просто если мы вынесли дополнительную переменную, стал правильно работать? Это мое предположение в том, что эстрейс... Ну, здесь, скорее, возможно, рейс-кондишн в эстрейсе. Ну, я не уверен так. Я же вроде здесь рез нигде не порчу. Ну, да-да-да. Здесь просто копия передается. Да-да-да. И, соответственно, эстрейс работает сам с помощью трассировки моего процесса, с помощью петрейса. И, наверное, где-то там он достал, например, возможно, что он достал новое значение переменной рез. Вот, но это не точно. Здесь нужно проверять, по крайней мере, такая вот может быть гипотеза. В любом случае здесь понятно, что и в предыдущем случае он тоже бы работал. Так, что все? Вот у меня кейс на accept полностью описан. Вот он такой. В качестве упражнения понятно, что это нужно рефакторить и выносить в отдельные функции хорошо бы делать. И по-хорошему здесь нужно бы всякие просто повесить хендлеры, коллбеки на разные типы ивентов. Но это вот чуть попозже этот вариант рассмотрения. Мы его выбираем тогда, когда поле data.fd будет равно fd. Так, в противном случае что мы можем сделать? Ну, давайте мы напишем else. В противном случае мы ожидаем, что у нас поле PTR будет указывать куда-то в наш массив ивентов. Не, ребят, так не пойдет. Кто мне укажет на принципиальную неправильность вот такого вот подхода? Какого подхода можно еще раз, пожалуйста? То, что я здесь передал PTR внутрь системного вызова или пол КТЛ? Да, вся проблема в том, что у нас вот этот массив клиентов, он реалочится. Соответственно, поскольку он реалочится, адреса потенциально могут переехать, то есть адреса могут измениться. И мне может вернуться адрес, который уже не валидный. То есть поскольку я здесь один раз их передал в системный вызов и пол КТЛ, они так там и остались. За это время я мог один или несколько раз сделать реалог. Внутри ядра адрес не поменялся, однако вот в юзерспейсе он поменялся. Поэтому когда я здесь буду его забирать и сравнивать, я просто его ни с чем не сравниваю. Поэтому вариант с адресами здесь непригоден, из-за того, что у меня объекты могут переезжать, я здесь либо устраиваю список, либо передаю индексы. То есть я возвращаюсь к индексам. А тогда, если я передаю индексы, то мне нужно сделать так, чтобы у меня передаваемые индексы не конфликтовали с номерами файловых дескрипторов, которые я вот здесь вот передавал изначально. Поэтому сразу же здесь возникает небольшое усложнение, которое мы с вами сейчас преодолеем следующим способом. А можно просто количество клиентов одновременно подключенных лимитировать просто константой какой-нибудь и не реалочить никогда массив? Хотите, делайте так. Просто хотите, что если у вас максимум размер клиентов больше, просто сразу же вы здесь акцептнули, просто сразу же в него записываете, что слишком много клиентов и закрываете. Это вполне себе годное решение для случая, когда мы хотим ограничить количество одновременно подключающихся клиентов. Если мы этого ограничивать не хотим, то нам здесь нужно делать более тонкое решение, нежели тот вариант, который я изначально захотел делать. Давайте мы сейчас поступим следующим образом. Сделаем 10-минутный перерыв. И уже после перерыва сделаем небольшой рефакторинг и продолжим дальше писать уже обработку клиентов плюс обработку новых типов сообщений, которые мы будем сюда добавлять. Все, давайте небольшой перерыв. Возвращаемся через 10 минут. Пока. Давайте продолжим. Значит, тут, раз мы уперлись в ограничение этого предложенного подхода, тогда я тут сделал некоторый небольшой рефакторинг. Я вынес на глобальный уровень, собственно, нашу структуру клиентов, который я превратил из массива в список. Соответственно, был связан список, преф-некст, таким образом у меня адрес клиентов не будет меняться, сколько у меня там клиентов не появлялось. И вот написал две функции, добавить клиента и убрать клиента из списка. Теперь я что еще хочу, и сейчас мы попробуем это сделать, сделать чуть-чуть даже больше рефа. Ну, тут, в принципе, поскольку теперь у нас список, а не массив, все упростится здесь. Давайте, я даже могу так написать. То есть, мне нужно будет сделать мой client-info. Давайте покажем. сиолог 11 из изофф.связочек. Так. Файловый дескриптор, индекс у нас, соответственно, становится ненужным, remote-adder, поля преф и next. Сейчас я его add client цель. Собственно, вот таким образом я буду добавлять моего клиента в список. Давайте попробуем, что скомпилируется. Так, и мы его добавили в e-pool, и теперь нам останется, давайте проверим, что это работает. Подключились. Вот у меня постоянно готовый будет файловый дескриптор для чтения ридом из... Вот он здесь. Я здесь аборт убрал, поэтому файловый дескриптор будет всегда готов. Ну и теперь мне нужно вот сюда вот добавить будет обработку моего кейса, подключающегося к клиенту, подключившегося и обслуживаемому клиенту. Теперь у меня PTR. Это будет как раз указатель на данные. Так. EF data.ptr. Ну и здесь теперь уже у меня вот по этой структуре есть файловый дескриптор. И я могу его использовать. Точно так же. Делая цикл, while.res равняется read, уже clfd, ну некоторого моего буфера внутреннего. Давайте пока самая простая обработка будет заключаться в принтере. И циклом вычитываем данные, пока они у меня есть. И, соответственно, цикл завершается, когда у меня переменная res меньше или равна нулю. Ну и если res меньше нуля, здесь, значит, какая-то возникла ошибка чтения. Ну, по-хорошему, что мы делаем при ошибке чтения? Наверное, давайте напишем сообщение об ошибке. Вот насчет того, чтобы завершаться, здесь явно это не тот случай. Все-таки, если у нас у какого-то клиента возникла ошибка, связанная, возможно, с этим клиентом, я уж не знаю там, что произошло при чтении с файлового дескриптора. Ну, разумнее всего, просто закрыть этот файл и продолжить работу. То есть давайте мы здесь отключим вот этого вот самого клиента. То есть делаем close c или t. Но перед этим давайте мы удалим этот вот файловый дескриптор. Тоже нужно обязательно будет сделать из множества файловых дескрипторов системного вызова e-пол. Ну, здесь можно на локом передать. e-пол kt lgl c lfd close c lfd и все, в общем-то, все, что мы хотели сделать по этому клиенту мы сделали. так, в случае, если у нас res равен нулю, после то же самое, только это не будет ошибка чтения, а будет вполне нормальный стандартный кейс того, что мы закрываем подключение с данным клиентом. Давайте проверим, что у нас здесь, как это будет работать. e-pole wait по-прежнему e-pole wait допустим, два вводим. e-pole wait закончился ивентом e-pole in мы попали вот в этот кусочек обработки события, вот этот вот кусочек, файловый дескриптор 5, считали, собственно, там получается два байта считали, два байта вывели. Так, и снова теперь здесь заблокировались в риге. Что я забыл сделать? Я забыл файловый дескриптор вновь подключенного клиента перевести в неблокируемый режим. давайте давайте мы сейчас это и проделем. Просто копированием соответствующего фрагмента. Здесь в accept я получаю файловый дескриптор и давайте сразу же его переключу в неблокирующий режим. Передали, значит, приняли, напечатали, попытались выполнить еще операцию read, получили ошибку eagain, на этом закрылись и снова ушли в e-pol кт. Так, теперь а, ну, естественно, что у меня дальше не так? Вот здесь я проверяю на рез меньше нуля, но точно так же в случае рез меньше нуля как раз и подходит вот этот вот случай. То есть теперь вот мне здесь уже в этом примере нужно четко отделять что у нас рассматривать код ошибки получается и erna не равно eagain ну или обычно можно проверить erna не равно e e это альтернативный код ошибки который означает то же самое. их получается надо проверять и тот и другой ну смотрите вот если мы читаем документацию по риду там вот видите здесь написано eagain или ewoodblock то есть вот по стандарту у нас может возвращаться и то и то я так подозреваю что код ошибки eagain и код ошибки ewoodblock это одно и то же так пошел подрыв erna какие-нибудь мне сейчас если мы сейчас посмотрим вот erna а вот видите вот там было 9000 сколько-то ну не не вот даже вот наш этот самый файл ism generic erna h который у нас в конечном итоге будет инфидиция или что правильнее сделать мы можем скомпинировать его с минус e посмотрим где у меня здесь проверка ну ну вот 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 страшненький после припроцессорный код после вот этого ифа earn location во что у меня раскрылась переменная erna eagain 11 и ewoodblock тоже 11 то есть у них вообще даже один тот же код так что давайте мы не будем сейчас лишнего писать я ставлю только eagain res меньше нуля и erna не равняется eagain если res меньше нуля и erna равняется eagain это все ок просто переходим к следующей ас читалась рит нам вернул eagain пошли дальше б считалась снова eagain пошли дальше давайте я еще одного клиента запущу 3333 вот у меня подключился новый клиент с файловым дескриптором 6 вот подключился новый клиент с файловым дескриптором 7 ну и давайте я вожу читаю из 7 файлового вот типа сработал читаю из 7 файлового дескриптора считал eagain снова ушел в цикл читаю из 6 файлового дескриптора eagain вернулся к ожиданию читаю из 5 файлового дескриптора то есть вот у меня сейчас одновременно к одному и тому же серверу подключено в моем примере сейчас три клиента то есть у него сейчас 4 файловых дескриптора на которых он ждет входящих событий плюс файловый дескриптор accept плюс файловый дескриптор ePolo вот у меня вот все его активные файловые дескрипторы на данный момент это то что я получил от сокета при создании его это файловый дескриптор ePolo и это вот мои три клиента которые сейчас как-то подключены а если я буду отключаться то как-то вот у меня root крат root верну я его убрал из множества файловых дескрипторов закрыл шестой файловый дескриптор со всеми остальными я продолжаю работать вот переподключаюсь у меня снова шестой файловый дескриптор но это уже другой клиент. А вы отключаетесь явно посылая там EOF или как-то... Ну, в общем, как коннекшн разрывается? Я здесь нажимаю Ctrl-D, соответственно, этот неткат, он делает close со своей стороны файлового дескриптора и на сторону сервера это приходит как признак конца файла вот здесь вот в соответствующий файловый дескриптор сокета. А Ctrl-C в неткате вроде как-то по-другому коннекшн рвет? Давайте посмотрим. Ctrl-C. Вот точно так же у меня у клиента оборван коннекшн, рит мне вернул ноль, и я закрыл соответствующего клиента. Окей, спасибо. То есть любая операция, которая... Ну, Ctrl-C завершает работу процесса неткат, ядро операционной системы будет за него закрывать все файловые дескрипторы, среди всех прочих, оно закроет файловый дескриптор сокета, и на стороне уже серверной, на стороне другой стороны сокета, это будет отображено в чтении нуля из соответствующего файлового дескриптора. Так, вот у нас получился какое-то мультичтение из нескольких источников. Так, чего здесь нам вот здесь чуть-чуть подопиливать, что здесь можно сделать? Вот здесь вот, в той ситуации, когда я закрываю файловый дескриптор, у меня этот вот клиент не освобождается, он продолжает висеть в списке моих клиентов, ну, то есть я фри от клиентов не делаю. Ну, это нехорошо, поэтому давайте мы сделаем следующим образом. Я в клиента добавлю некоторый флаг, который называется closed, который при создании клиента здесь у меня будет устанавливаться в ноль, а при закрытии клиента он у меня будет устанавливаться в единицу. И дальше, после того, как я пройду всем циклом по всем ивентам, которые мне пришли, вот в конце моего цикла while, вот здесь вот, я подберу всех моих завершившихся клиентов. Например, так. Хотя я могу и там сразу unlink делать внутри моего клиентского кода. Ну, не важно. Давайте сделаем. kommer allá в конце. Он дергает всякий включаетесь в свое время, чтобы сочувствовать можно давать привнекс там не надо во free client или где-то в другом месте у меня есть англин клиент отдельный сейчас я допишу ну собственно что у меня будет англинг ну я лучше в два приема это сделать как-то так так ну чего тут можно проверить контроль c make что я все правильно сделал ну бой я думаю более-менее понятно где понятны закрылись работает и так что у меня в итоге получилось вот у меня клиент который пока я обрабатываю только чтение с этого клиента записи обратно на клиент у меня здесь никакой нет ну и она никак особо не обрабатывается соответственно когда у меня клиент готов на тени я с него считываю порцию данных ну и для простоты сразу же я увожу ничего с ней больше не делаю и дальше есть некоторая буккиппинг для ошибочных случаев и для отключающихся клиентов собственно вот такое вот получилось минимальное приложение которое умеет делать работу с одновременно с несколькими клиентами уже подключающимися в рам в один процесс и который я обрабатываю с помощью пола вот как я сюда могу добавлять новые типы собственно событий да точно так же у меня сейчас обрабатывается аксепт и сейчас обрабатывается рид на файловом дескрипторе клиента я могу сюда добавить например там таймер fd могу добавить сигнал fd вот все эти вещи точно так же обрабатывать в общем контексте моего цикла обработки сообщений ну например давайте сюда добавим какой-нибудь обработку сигинта control c поскольку у меня уже здесь есть фреймворк и не пола удобнее всего будет это сигнала обрабатывать с помощью механизма сигнал fd поэтому давайте я здесь это блоге пола вот может быть здесь сексет т сс допустим сигинт сикпрокт маск сикблок поскольку я их собираюсь обрабатывать с помощью сигнал fd то мне они и будет не нужны как в смысле лекарство обработчиков я должен это не блокировать сигнал fd минус 1 как мы это делали сс флаги а можно тут тоже сделать я вот блок точнее нонблок он он блок поставить для сигналов ну можно ставить можно не ставить давайте мы по одному сигналу тарас будем а sfd это соответственно у меня будет файловый дескриптор сигналов ну и точно так же как я добавлял файловый дескриптор сокета я добавлю файловый дескриптор сигнал где селектором то есть поле дэйт я точно также положу сфд и по ктей да 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 добавил его в множество обслуживаемых файловых дескрипторов так и два здесь должен быть сигнал fd но как ну и дальше вот в моем цикле где я в зависимости от номера файлового дескрипта разбираюсь с ивентами я добавляю кейс а fd это fd равняется все и здесь его как-то тоже обрабатываю мне нужно будет данные вычитать тоже точно так же из файлового дескриптора struct сигнал fd сигинфо и потребуется а рит их допустим принтер с с с и простейший обработчик сигнала вот тут у меня сделать давайте проверим этот дескрипто он с с с с с с с с О, а вот здесь вот как раз у меня возникла ошибка в адрес already in use. Так, интересно, почему? Так, и здесь закрыли. Ладно. А, вот у меня почему-то остался... А, наверное, я из другого, где-то в другом окне терминала, у меня остался сервер, который я не завершил. Давайте мы найдем его. Нет. 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 Хм. А, конечно, да, баг эстрейса. Еще один. Ну, как бы Ctrl-C убил эстрейс, но не убил сам сервер. Окей. Давайте еще раз запускаю. Ну, вот Ctrl-C. Вот, собственно, я с помощью... С помощью сигнала FD ловлю приходящиеся сигналы. Собственно, вот они у меня здесь, вот в этом фрагменте обработчики и выводятся. То есть, таким образом я могу добавлять больше и больше различных типов сообщений. Там, например, могу добавить сюда таймер с помощью таймер FD. Давайте последнее, что мы сделаем. Добавим таймер FD, а потом посмотрим, как все это будет усложняться в случае уже ввода-вывода. Могу добавить сюда, опять-таки, нулевой файловый дискфитер стандартного потока ввода, если я хочу еще стандартный поток ввода обрабатывать и так далее, и так далее, и так далее. Клок-ID, например, у меня будет клок-монотоник. И флагин 0. Таймер FD set time. Таймер FD, флаги, ну, никаких флагов, time spec. И титровал. И титровал. Давайте каждые 1 секунду будем сообщения. Устанавливаю таймер. Раз в секунду срабатывающий. Добавляю таймер. В множество файловых дескрипторов обслуживаем их и полом. Со системами РВД добавляем. И, конечно же, как только я его добавил в E-Pool set, мне нужно его здесь научиться и обрабатывать. Мне для этого достаточно, чтобы сбросить флаг готовности, мне достаточно считать 8 байт из соответствующего файлового дескриптора. Собственно, вот мне начали приходить таймерные сообщения. Они настроены, что они приходят раз в секунду. Ну, покрутив, соответственно, параметры спецификации таймера, я могу там временную задержку увеличивать и уменьшить. Что у нас в итоге получается? Что мы пока еще толком не обработали, так это запись обратно в клиента. То есть самый простой вариант может быть таким, что, например, вот для иллюстрации, давайте я вот то, что получил от одного клиента, отправлю обратно назад всем клиентам, вот таким каким-то бродкастам. то есть for struct клиентим for ptr равняется first, ptr равняется last, ptr равняется ptr next. Пройдемся по всем клиентам. И write-ом запишу всем. ptr ptr fd вот мой буфер, buf и res. Давайте попробуем. Клиент номер 1 подключается. Incoming connection. Ля. Так, получили обратно. Отправили, получили. Второй клиент. Так, только получается, я отправил только сам себе. и вообще ничего не отправил теперь. Так, сейчас будем разбираться. Смотри, отправим. Первый клиент вроде второму отправил. SD. Да, сейчас. Раз, два, три. А, вот, нет, три, четыре, пять. Вот они отправляют, а наоборот не отправляют. Сейчас поймем. Тут я список, что ли, неправильно свинковал. Давайте посмотрим, что у меня не так пошло. Ну, конечно, что у меня не так пошло. Я цикл писать не могу. Подключаемся. Подключаемся. Давайте пробовать. Так, сам сеть посылает. И он другому посылает. Но обратно. Так, PTR First, PTR, PTR Next, PTR FD, Buch, Reyes. Buch, Reyes. Так. Так. Неправильная функция AddClient. Надо-таки власт добавить. Давайте проверим. подключаемся. Подключаемся. Сами себе пишем. Подключаемся. Сами себе написали, другому клиенту написали. Вот все у меня, да, заработал. Такое, получается, какая-то такая широковещательная рассылка сообщений всем. Еще одного клиента запускаю. ушло всем. Ушло всем. Ушло всем. Итак, вот я здесь попытался изобразить какую-то передачу данных во всех моих клиентах. Но тут вот этот вот просто обычный write, он, к сожалению, некорректный. Потому что вполне может возникнуть следующая ситуация, что у какого-то медленного клиента, то есть вот гипотетически у меня будет какой-то медленный клиент, который будет медленно читать те данные, которые ему приходят. Соответственно, тому медленному клиенту данные будут поступать гораздо быстрее, чем он их считывает, и рано или поздно буфер вот этого вот какого-то из медленных клиентов просто заполнится. И операция write заблокируется, поскольку клиент с той стороны просто медленно считывает данные. Буфер полен, write заблокирован. И тогда что у меня будет ситуация, что либо у меня вот этот вот write заблокирует всех остальных клиентов, либо, что тоже возможно, поскольку у меня здесь этот вот файловый дескриптор находится в неблокирующем режиме, то вот этот вот write вот этому медленному клиенту просто потеряется. То есть данные ну как-то вот пропадут. тот клиент их вообще говоря никогда не получит медленный клиент. Здесь имеется в виду буфер на чтение у клиента, а не наш на запись, потому что мы ведь записали, по идее мы там грубо говоря по сети отправили данные, они там пришли клиенту в буфер и он у него переполнился. Но если мы говорим о TCP, данные не отправятся, пока клиент не начнут прислать подтверждение, что они там у него получены. То есть когда у клиента буфер заполняется, то клиент перестает прислать подтверждение и соответственно заполняется буфер и отправляющая сторона. Окей. Поэтому вот тормоза клиента они будут сначала приведут к заполнению буфера с читающей стороны, потом приведут к тому, что записывающий записывающий то, что считывающая сторона будет отправлять записывающей стороне сообщение о том, что не нужно так быстро, и записывающая сторона будет у себя тоже накапливать в выходном буфере сообщение. Ответ на это, что с этим делать, ответ на этот вопрос не такой простой. Очевидно, что когда вы работаете с реальными сетями, у вас всегда будет возникать ситуация, что какой-то клиент тупит. Вы не контролируете ни среду передачи данных, ни клиентов, которые находятся у вас с другой стороны. И тут уже, ну, например, что делать, если клиент тупит? Вполне возможный вариант, что вот здесь, если у меня write дал ошибку, что буфер заполнен, сказать, извините, вы слишком медленны, и отключите этого клиента. То есть, просто здесь проверить, что у меня R на геоген, и сказать, ну, типа там сделать клоус, и все, до свидания. Это вариант жесткий, но вполне возможный. То есть, нам не нужны медленные клиенты, условно говоря. На практике это будет приводить к тому, что у клиентов будут вот такие вот странные, непонятные, случайные отключения. То есть, опять-таки, поскольку пропускная способность канала, она зависит от массы факторов, что там, ну, не только клиент медленно работает, но у вас там может чуть-чуть залагать сеть в какой-то момент, у вас может чуть-чуть залагать передающая сторона. Вполне возможна ситуация, что буфер записи, ну, просто случайно ненадолго переполнится. И отключать клиентов в этой ситуации, наверное, не good. То есть, дисконнектить при ошибке записи не очень хорошо. Что делать в такой ситуации? А правильнее всего, наверное, будет сделать так. Сейчас мы попробуем это сделать, но уже новый виток усложнений нашей архитуры получается. У каждого клиента, которому возможна запись, помимо, собственно, вот его структура, которая отвечает за входящие данные, мы ему еще добавим буфер на передачу. И операция write, вот это вот отправки данных клиенту, она предварительно будет писать в юзер-спейс-буфер, который мы добавим сюда. То есть, мы просто будем добавлять данные в буфер. Если размер буфера будет больше нуля, то есть, если данные в буфере есть, то мы вот этот вот файловый дескриптор передачи будем точно так же добавлять в множество файловых дескрипторов, обслуживаемых e-poll, но только с флагом e-poll-out, то есть, мы будем ждать готовности на запись. И в этом случае какие-то временные торможения у клиента или в сети или либо где-нибудь еще приведут к тому, что сама наша серверная программа сама на своем уровне запуферизует данные. И они тогда подождут, пока там у нас там либо клиент не разгребет данные, либо там сеть не наладится, подождут, пока у нас собственно ситуация не наладится. То есть, здесь предлагается добавить еще один уровень буферизации. Помимо принимающего буфера на стороне клиента, помимо передающего буфера в ядре сервера, добавить еще user space буфера, который будет получаться на третьем уровне буферизировать перед ним. А тут у нас есть больший простор для гибкости. Опять-таки, если мы хотим, мы можем ограничить максимальный размер этого буфера, чтобы у нас не возникала ситуация, что, например, клиент принципиально не считывает ввод, который ему приходит, сервер ему все пишет, 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 буфер здесь добавляется, 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 потом память кончилась и сервер отвалился. Это такой сценарий denial of service атаки, тоже, который нам нужно учитывать и которого не должно быть. То есть, по-любому, если мы используем user space буферизацию для клиентов, нам нужно какие-то ограничения ввести. Максимальный размер буфера или там какой-то тайм-аут, когда мы не получили подтверждение, либо что-то еще. В конечном итоге понятно, что, вот к чему я это все говорю, что, когда мы работаем с сетями, у нас нет одной точки отказа. У нас point of failure где угодно может быть на любой длинной цепочке от отправителя до получателя. У нас может быть так случайно, временно, закончится память в ядре отправителя под буфер. У нас может где-то где угодно переполниться роутер, и он будет дропать пакеты, которые мы переслаем. У нас может клиент затупить, у нас компьютер перегрузится у клиента и так далее. Одного годного на все случаи рецепта, как поступать в этих случаях, нет. Такие ситуации должны рассматриваться на протоколе уже какого-то прикладного уровня, т.е. когда мы открываем соединение, как часто мы пинги шлем друг другу, keep a live сообщения, как часто мы, возможно, требуем, чтобы клиент нас что-нибудь принимал. Нужно все специфицировать, но уже не на уровне системном, транспортном, TCP протокол, а где-то уже на уровне технологического протокола, того же самого если мы делаем. HTTP тайм-аут специфицировать, SSH тайм-аут и все что угодно уже более высокого уровня. Тогда мы это уже будем эту обработку добавлять сюда в наших клиентов. Ну вот, если делать простой передающий буфер, во что это у нас будет превращаться? То есть вот здесь обычный write у нас теперь будет добавлять в передающий буфер нашего клиента. это примерно так. Sample implementation не повторять. Да. ну или давайте сделаем так. Outbuff это размер буфера выходного outcether это размер данных, которые я соответственно в них храню. ну он по идее должен быть каким-то зацикленным? Как угодно. Тут уже опять-таки зависит от того, как вы хотите делать. Мы можем просто его сдвигать каждый раз, когда у нас будет успешная запись. Можем добавить еще один pointer на еще незаписанный фрагмент. Можем его делать циклическим. Тут вариантов много. Так или иначе тайная форма буферизации записей, которую мы сейчас здесь реализуем. Ну соответственно у меня есть порция данных, которые я хочу в мой буфер записать. В самом простом варианте например я делаю например реалог outbuff реалог coutbuff новый размер у меня будет coutcz плюс z и мем copy coutbuff плюс coutcz какой-то простейший реалог, который добавляет в конец. Так только теперь например к заодно если мы видим что буфер был пустой а стал не пустой мы сразу же можем добавить наш вот этот вот файловый дескриптор в множество файловых дескрипторов на которых мы ждем для записи. То есть если у нас cloutcz равен z например так e.pol.ktl сейчас копирую где-то там из нижних кусочков только теперь тип сообщения у нас будет e.pol.out и e.pol.ktl наверное e.pol.ktl мод и клиент fd элемент 2 примерно так видимо e.pol. сейчас скопилирую вот там тайлер работает и и теперь поскольку я теперь еще должен обрабатывать записи вот здесь вот в моем цикле мне нужно теперь уже будет проверять тип ивента который мне пришел то есть если у меня еф и и e.pol.in я так напишу то есть если у меня есть готовность к чтению то пожалуйста вот у меня будет чтение из клиента если же у меня готовность к записи я должен в этого клиента записать так и п у меня тогда у клиента есть буферы ну давайте я так попробую записать опять простой вариант грязный пока что write даже даже будет лучше делать так write клиент fd у меня клиента есть out буф клиент out cz пока write у меня больше нуля пока порция записалась соответственно я что делаю ну скажем сдвигаю порцию мою mem move клиент out booth клиент out плюс z клиент out cz минус z то есть простой smim move где я просто всегда копирую начало ну ну быстро или медленно наверное я думаю что это будет ок работать все-таки копирание по памяти у нас операция достаточно быстрая но опять-таки в качестве вариантов можно рассматривать и поддержку отдельного указателя на еще незаписанную часть или поддержку например вот циклического буфера теперь если у меня все записалось только вот сразу замечание у меня здесь будет где я добавляю оставим так если у меня все записалось и больше данных на запись нет то я вот этот вот мой файловый дескриптор выкидываю из множества файловых дескрипторов готовых на запись ну и заодно могу сделать free код c аутбух не понял вопроса ну ладно сейчас попробуем это все запустить скомпилировать так давайте посмотрим как у нас будет работать запись write теперь должен у меня не просто делать write а делать client write efd client boof s если я нигде не ошибся в реализации этого должно быть достаточно стресс делаем сервер так может быть порт нужно указать а да конечно так и пол wait ну таймер у меня срабатывает давайте я таймер отключу чтобы не мешал сейчас уйди уйди там процесс еще жив таймер отключу чтобы там не мешал посмотреть что происходит таймер и пол ктл таймер д вот закомментирую и будем стрессом смотреть что происходит wait так и давайте что-нибудь подключимся подключились accept 1 давайте смотрим что у нас здесь произошло и пол wait сработал на готовность к вводу я считал 1 его вывел да ладно переключил сокет в и пол и и пол аут рит мне дальше дал ну это рит из 7 файлового дескриптора мне дал чтобы данных больше нет теперь на новый цикл с e-pol wait перешел с файловым дескриптором 5 и вот он у меня сработал с флагом e-pol out то есть файловый дескриптор 7 готов к записи я записал данные у меня данные в один раз записались потом отключил файловый дескриптор 7 от файловых дескрипторов которых я прослушиваю на запись ну давайте соответственно вот у меня еще раз прошел тот же самый цикл чтение переключение в прослушивание на запись запись и отключение от записи если у меня клиентов будет больше ну сисков понятно будет больше потому что у меня теперь там был сервер оно уйдет и в файловый дескриптор 8 опять-таки циклом e-pol in e-pol out и файловый дескриптор 7 уйдет в e-pol in e-pol out еще раз проверим а опять у меня в этого клиента не ушло получается ну-ка дважды записал к тому же давайте сейчас проверим ну конечно sorry да ctrl-c процессы под стрессом ctrl-c убивает неправильно он у меня остался перезапускаю его под ctrl-c connect с первым клиентом connect с вторым клиентом что-нибудь записываю вот у меня получается e-pol in e-pol out на седьмом файловом дескрипторе e-pol in e-pol out на восьмом файловом дескрипторе e-gain на акцептах e-gain на ритах на райтах ну собственно я здесь у меня e-gain на райтах не возникает ну потому что у меня после первого же райта данные заканчиваются а буфер становится пустым я отключаюсь с помощью e-pol ktl можно вопрос что будет если мы не будем отключать e-pol out ну вот на этом файл он будет всегда готов а нам не свалится несколько ивентов одновременно про то что он готов свалится и смотрите что у меня здесь как как у меня написано здесь обработка а тут на самом деле да это не совсем правильно сделано ну это не фатально неправильно сделано поскольку я здесь флаг не гашу то у меня в следующий раз он снова возникнет но правильно написать вот так вот потому что e-pol in и e-pol out это независимые ивенты и у меня может одновременно быть и e-pol in готов и e-pol out там в случае если у меня там данные пришли и одновременно я хочу что-то записать вот так вот будет правильно спасибо за замечание и того что у нас получается в нашей маленькой но уже не маленькой какой-то навороченной программе не то что навороченной достаточно сложной программе еще 10 минут и у нас будет nginx мы на этом с вами закончим на самом деле как я уже только что сказал большинство сложностей с тем что у вас там connection timeout отслеживание клиентов вам нужно отслеживать на application level именно вот здесь все это усложняется 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 ну и понятно что вот вот здесь я действительно написал какой-то совсем простенький фреймворк в который можно навешивать и apache и nginx и любой любой сервис который массово хендлит входящие connection в обе стороны и на read и на write во что как видите во что у меня превращается вот это вот мое приложение так так вот общая архитектура этой программы такова что у меня есть while1 то есть бесконечный цикл который я жду и обрабатываю поступающие события и собственно мой процесс серверный ждет только в e-pole вот этот вот системный вызов вот e-pole wait это единственная точка программы где мой процесс может быть заблокирован ядром операционной системы до поступления каких-то ивентов все остальные системные вызовы которые у меня здесь делаются уже при обработке событий они все не блокирующие то есть это все сделано так что если процесс какой-то получил ивент он его не блокирующий быстро обработает и перейдет к получению в следующий время и вот эта вот архитектура это архитектура типичной событийно ориентированной программы по сути событийно ориентированной программы это все реактивные программы которые у нас есть в нашей практике это оконные среды это графический интерфейс графический интерфейс устроен точно так же ждем события ну там скажем от мышки или от клавиатуры или от таймера или от чего-то еще обрабатываем причем очень важно чтобы у нас обработка была неблокирующей потому что если вы вы наверняка с этим сталкивались если графический интерфейс начинает выполнять блокирующие операции вот в этом цикле обработки сообщений то он просто начинает не рисоваться или не реагировать на входящее сообщение и это выглядит отвратительно то есть очень важно чтобы обработка поступивших событий была неблокирующей с точки зрения архитектуры это нам вносит резкое усложнение в то как мы теперь должны писать наших клиентов наш код обрабатывающий клиента поскольку скорее всего обработка клиента это последовательность каких-то обменов то есть например SSH создан ну или там HTTP созданное новое подключение мы получили параметры handshake обработали параметры handshake на них как-то ответили ждем потом ждем каких-то теперь данных от клиента отправляем ответ обратно то есть взаимодействие с клиентом и сервером это обычно цепочка вот таких вот событий типа отправить данные применять принять данные причем вы можете в процессе этих приема отправки сообщений переходить и состояние ну как бы по программе переходить в разные состояния если у вас обычная последовательная программа которая считается что она одна то у вас ну как она может быть выглядит вот условно говоря я шаблон напишу клиент там гипотетически там вот send значит res равняется receive если res равен допустим там одному то мы делаем там send 1 если res равен 2 я так если если if else res равен 2 то например я здесь пишу цикл while там им меньше 5 send 3 4 там receive так сейчас например что что я хочу обозначить этим кусочком программы send у меня некоторая гипотетическая операция отправки данных на сервер receive это гипотетическая операция приема данных сервера и вот в этом фрагменте программы у меня send блокируется и receive тоже блокируется и в этом фрагменте программы логика у меня заложена вообще говоря в моей логике программы цепочки if while for и так далее то есть вот у меня поток управления который здесь находится в этой функции он у меня задает функционирование протокола и соответственно логику взаимодействия клиента сервером как только я перешел к событийно ориентированным программам я так больше делать не могу у меня и send и receive они теперь должны быть неблокирующими то есть у меня событийно ориентированная программа превращается в мечта следующая ну так while 1 там типа res равняется receive и дальше обработать и получается что у меня вот вся логика сплющивается и теперь у меня получается я ввожу некоторый state и какая-то как-то обычно у меня получается реализация такая switch state условно говоря ну понятно что это не синтаксически корректное case st1 что-то там сделать case st2 что-то там сделать и так далее то есть от нормальной человеческой последовательной логики приемов отправок сообщений в моем клиенте я перехожу вынужден перейти к извращенной логике автомата это несложно но видите что она в общем ну мне приходит мне придется тогда явно формулировать состояние в которых может находиться мой автомат выделять все типы событий которые на которые он должен реагировать а специфицировать переходы между состоянием по приходу всех типов событий и все это для того чтобы ни одна из операций которые у меня выполняются здесь никогда бы не блокировала мой процесс целиком и это то есть получается что вот этот событийно ориентированный подход у меня он очень эффективный я в один процесс могу напихать практически любое количество файловых дескрипторов и будет все очень быстро но с другой стороны программирование событийного автомата это вот такое очень странное мягко говоря удовольствие мне нужно всю мою нормальную человеческую логику распихать в машину состояний и в переходы между состояний что с этим делать на самом деле вот попытка решить эту дилемму это как раз всякие эвейты или осинки ну вот условно говоря как у меня бы могла выглядеть программа мэйн в третьем варианте вот условно говорят так условно я пишу дилем дилем эвейт сент и эвейт ресив где вот эти вот гипотетическим ключевым словом эвейт я в него закидываю вот эту вот самую логику реализации моего автомата состояния то есть я переношу все это на уровень языка программирования или на уровень компилятора то чтобы у меня мог бы конкретно компилятор правильно поддержать всю мою логику состояний чтобы вот этот вот сент он с точки зрения моего вот моей асинхронной программы он как бы логично что он может блокироваться то есть вот я здесь буду ждать пока у меня сент не пройдет но с точки зрения всего процесса в целом вот в этой точке у меня произойдет переключение куда-то вот в цикл обработки ивентов и моя программа будет вполне способна обрабатывать другие ивенты если они мне будут поступать но вот такая вот штука эвейты понятно что мне потребуется какой-то специальной поддержки того чтобы я мог переключаться от вот такого вот нормального человеческого представления к представлению видеомашин состояний ну как бы конечные автоматы никогда не практически не выглядит красиво но паттерн стоит да то есть опять-таки сейчас вернусь к нашей программе и об этом как можно вот такие вещи делать я думаю что мы с вами поговорим чуть позже после того как мы чуть-чуть поразбираемся с нитями и вернемся к уже к реализации нитей в польском пространстве там всяких переключений контекстов зеленых нитей и вот таких вот штук возвращаясь к нашей программе которую я здесь написал здесь вот сервер безусловно эта программа написана очень грязно я здесь даже что здесь можно сделать понятно что здесь нужно по-хорошему например делать колбеки вместо вот таких вот if которые у нас здесь то есть вносить в структуру клиента например возможность вызова произвольных функций и вынести вот эту всю логику которая у меня здесь делается непосредственно внутри функции main в набор относительно небольших компактных и понятных колбеков ну собственно там в c плюс плюс это были бы лямбды логично по крайней мере было бы делать лямбды с лямбдами там делать цепочку вложенных лямб например вот здесь вот поскольку мы на более низком уровне на c это у меня будут низкоуровневые колбеки ну как-то так то есть поддержка реактивности поддержка одновременных одновременного потока событий из нескольких источников как вы видите на этом примере она вот на самом низком уровне она достаточно сложна и требует большой перестройки мышлений и как я уже сказал поэтому у нас появляются относительно высокоуровневые конструкции эвейты которые нас позволяют скрыть всю эту сложность которая у нас здесь внутри под капотом внутри реализации языка или реализации компилятора ну об этом как бы мы с вами еще продолжим естественно говорить в следующие разы сколько у нас там не так много лекций осталось но я хочу постараться успеть про это тоже поговорить собственно вот что я хотел сегодня рассказать архитектура сервера с использованием системного вызова семействов SelectPol ePol и основы событийно-ориентирного программирования я надеюсь что в принципе этот пример ну а так относительно понятный ну я конечно же его выложу чтобы он был у вас в исходных кодах если есть у вас вопросы пожалуйста задавайте вопросы да вопрос есть у нас когда мы добавляем какой-то файловый дескриптор привязываем его к файловым дескриптору ePol вот можем ли мы к нескольким вот этим файловым дескриптором ePol привязать один и тот же файловый дескриптор который будем слушать вот и куда куда тогда сообщения эти ивенты будут не знаю не знаю смотрите документацию это кейс ну может он логичный кейс но вот ответа я на этот вопрос не знаю надо посмотреть документацию еще вопросы ну хорошо в следующий раз мы с вами уже переходим к нитям и к нашей архитектуре нашего гипотетического сервера мы с вами опять-таки вернемся чуть позже с тредпулами с нитями но опять-таки должен сказать сразу что тредпулы и треды они не отменяют ePol у нас скорее всего будет какой-то гибридный вариант ePol плюс треды для достижения максимальной ну в общем достижения максимального соотношения пропускной способности сложно у нас будут файловые дескрипторы все равно на процесс а не на тред мы с вами об этом будем говорить конечно у нас файловые дескрипторы одни на процесс то есть все треды они имеют общие файловые дескрипторы у всего процесса это и хорошо и плохо поскольку у нас появляется новый класс ошибок race condition что один тред закрыл файловый дескрипторы а другой с ним еще пытается работать это отдельно это будет у нас в дальнейшем ну тогда спасибо за внимание на этом мы на сегодня закончили в следующий раз как я сказал будут треды тогда я отключаю